Уважаемые слушатели, рад вас приветствовать в своей лекции, посвященной политической географии, часть территории современной Тульской области в XIV-XV веках. Хиллогические рамки нашего сегодняшнего доклада обусловлены тем периодом, когда Московская и Занская погранича проходила как раз по территории современной Тульской области. Стоит сразу сказать о новейших подходах к изучению географии средневековых политических и административных образований. На протяжении длительного времени локализация городов и сел этих образований основывалась на простом сходстве разновременных топонимов. Сейчас же достоверной считается только та локализация построена на комплексном использовании данных истории, археологии и топонимике. Сказать новую историческую географию в последнее время получается благодаря тульским археологам. Ими были за последние три десятилетия выявлены сотни средневековых памятников и уточнены датировки керамических комплексов и время бытования вещей. Некоторые выявленные памятники археологии возможно связать с известными нам подписанными источниками географическими объектами. Для начала нужно сказать несколько слов о предэтапе формирования Московско-Рязанского рубежа. История образования общих границ Владимира Сузельского, Черниговского и Рязанского княжеств XII-XIII веков. И локализация городских центров этого рубежья. Рассмотрение этого сюжета вызвано тем, что некоторые города XIV-XVI столетий, упомянутые в писанных источниках как спорные, между Москвой и Рязанью, возникли намного раньше Московско-Рязанского пограничья. В IX-X столетиях на узловых пунктах торгового пути изваря греки начинается процесс формирования древнерусского государства. Постепенно расширяя свои владения, древнерусские князья подчинялись и населению Восточной Европы. После смерти Ярослава Мудрого начинается процесс распада древнерусского государства на земли княжения. Три княжества, выросшие на обломках древнерусского государства, будут пробовать распространить свою власть на земли, которые позднее станут пограничен Московского и Рязанского княжеств. Это Черниговское, Владимир-Суздальское и Рязанское княжества. Последнее выделилось как раз из Черниговской земли. Границы между ними для эпохи домонгольской Руси проводятся весьма условно, исходя из политической принадлежности того или иного городского поселения, которое локализуется. Черниговское княжество, Владимир-Суздальское, Княжество, которое первоначально имело центры в Ростове, оформилось как независимые политические образования при разделе Руси сыновья Гераслава Мудрого. Экспансия Черниговского княжества на земле Вятичей, то есть в современной Турской области, началась не позднее конца XI века. Рязанское княжество выделилось из состава Черниговского княжества только в середине XII столетия. Для определения пределов Черниговской земли на северо-востоке необходимо рассмотреть локализацию городских центров, рассматриваемых регионов, упомянутых в летовисях. Это Лобынск, Неринск, Холтиск, Индозиславль, Дивигорьск и Сверелеск. Кроме этого, упоминается Черниговская волос-Лопасня, которую можно связывать с одноименной рекой и городом, располагавшись на правом берегу реки Аки. Лобынск был локализован согласно этой описанной отсылке, что он находится на Уч-Пород, около суверенной деревни Дракен. Городич, к сожалению, там было разрушено еще в XVIII веке, но осталось несколько селищ домонгольских. Колтиск, еще в начале XIX века, был соотнесен с группой памятников у села Колтово на реке Аки. Это городище и четыре домонгольских селища. На селе расположение Дивиославля приходится констатировать, что он находился не на месте города XVI-XVIII веков, где Дивилово. Обычно его локализуют у нас вот в этом регионе, вот здесь, в бассейне реки Шиверы. А в этом бассейне многолетними работами тульских археологов неизвестна вообще памятника в первой половине середины XII столетия. Большими достижениями тульской археологии последних лет стоит считать дополнительное обоснование к локализации Дивигориска на городище Дуна и локализацию Неринска в бассейне реки Вашана на речке Неринке. Местоположение в сфере леска остается неустановленным. В XIV столетии Неринской колотец упоминают уже как города Рязанского княжества, что говорит о факте экспансии этого политического образования на Запад. Но о времени этой экспансии можем только догадываться. Рязанским пограничными городами являлась Коломна и Ростиславль. Возможно, пограничным городом являлся и Белый город Рязанский, относительно локализации которого было высказано в три точки зрения. Но, как приходится констатировать, с локализацией Коломна и Ростиславля проблем нет. Коломна соответствует наименному современному городу, а Ростиславль уверенно локализуется на месте одноименного погоста, который спокойно дожил до начала XX века. Белый город же провал сначала локализацию под Рязанью на левом берегу реки Акина, на городище раннего Лизного века. То есть вот здесь. А Тома Мангайте предложил его локализовать на реке Прайне на Резиславльском городище. Вот здесь. Но там нет абсолютно никаких топонимов, указывающих, что там мог находиться город Белгород. Сейчас же наиболее вероятно следует признать вариант локализации у села Белгородище Веневского района. Здесь покойным Романом Валентиновичем Гляниным была найдена группа из десяти селищ до монгольской эпохи, а из писания турского краеведа Нарциссова в 20-х годах прошлого столетия удается установить, что здесь же находилось городище, позднее уничтоженное карьером. С городу Владимира Суздальской земли следует признать единственным маркером, пожалуй, Москву. Она, как легко догадаться, идентична современно одноименному городу. В конце XIII века Москва получает свое первое приобретение на московско-рязанском рубеже. Это Коломна. Вероятно, к Коломне относились многочисленные волости, которые впервые упомянуты как административно относящиеся к ней в духовных Ивана-Калиты 1036-1339 годов. Если это так, то Рязань потеряла большой земельный массив на левобережье реки Оки. От устья реки Кжелки до устья реки Москвы, центром которого является как раз город Коломна. Стоит при этом отметить, что во второй половине XIII-XIV века идет активная колонизация московским землям и левобережная часть среднего течения бассейна реки Оки. Эти земли на этой карте они пока вот здесь фрагментарны. Собственно, здесь возникают такие города, как Перемышль Московский и в это же время строится Серпухов. Здесь же находилась Лопасня, о ней я еще буду говорить, который по духовному моноколитей отходил к его сыну Андрею, отцу героя Донского Поповища. Таким образом, в начале XIV века московское-язанское пограничье проходит уже по территории Тульской области. То есть гарантированно задеваем вот этот маленький уже кусочек. В 1381 году по датировке предложенной Зиминым и Владимиром Андреевичем Кучкиным была составлена самая ранняя московско-язанская договорная грамота, дошедшая до нас. Зашла она в списке конца XV-XVI века. Более поздние договоры 1032, 1034 и 1347 годов за очень редким исключением практически дословно повторяют пункты договора 1381 года. В грамоте содержится описание рубежей между Москвой и Рязанью. Граница проходит как раз по реке Оке и по ее левому притоку реке Цне. В более позднее время эта граница будет станет уже границей Коломенского и Коломенского уезда и Рязанского уезда. Граница будет сохраняться вплоть до 70-х годов XVIII века до административной реформы Киевна II. В окончании 1381 года подробно расписана судьба владения Московского и Рязанского княжеств, оказавшихся на противоположном берегу реки Оки. Так, на левом берегу реки Оки находится отменная, то есть обмененная Москвой бывшая земля Рязанского княжества. Новый городок Верия Боровск и Лужа. Новый городок очень хорошо локализуется по писцовым книгам на городеще Спасгородец на правом берегу реки Протве. Это все территории современной границы Калужской и Московской областей. Локализация Лужа до сих пор ведутся споры. Часть исследователей ее связывается с позднейшим Малый Ярославцем, который в 14 веке называется просто Ярославец. Кто-то считает его отдельным городом. Второе, более вероятно, потому что вплоть до 1772 года существовал городецкий стан Малый Ярославецкого уезда, центром которого как раз являлся Малый Ярославец, и рядом с ним существовала Волость Лужа, которая относилась к Боровскому уезду. Ну, Верия и Боровск легко соотносятся с современными одноименными городами. На что же Рязань могла обменять бывшие рязанские земли на левом берегу реки Оки? Когда мог произойти такой обмен? Ответ на этот вопрос мы находим в договорных грамотах великого московского князя Дмитрия Донского и его двоюродного брата, серпоковского князя Владимира Андреевича. Сына Андрея Ивановича, соответственно, внука Ивана Калиты. Согласно имсер, Боровскому князь получает из отменных мест рязанских новый городок вместо Лопасни, по докончанию которое было заключено около 1359 года. Именно с подчин Лопасни начинается перечисление бывших правобережных владений Рязани. Известно, что рязанский князь Олег Иванович в 1353 году захватил Лопасню. Похоже, что между 1359 годом и 1359 годом и произошел обмен земель между Москвой и Рязанью. То есть вот здесь показан кусочек вот это земель отошли к Москве бывшие Рязанские. Рязань получила Лопасню, уезд Иславль и возможную землю в бассейне реки Плавы. Которые бывшие владения тарусских князей. Расположение Лопасни долгое время вызывало споры. Еще Николай Михайлович Хромнят предполагал, что она тождественна селу Лопаснинскому на одноименной реке, которая является временным городом Чехов Московской области. Но этот Топоним появляется там только в конце 17 века. К тому же там неизвестно Средневеково городище. Есть в историографии другой вариант локализации на городище четырех церквей в устье речки Учки правоприток реки Оки напротив устье реки Лопась на Четырском археологическом комплексе состоящем из двух городищ и нескольких селищ. Здесь в конце 16 века находилось одновременно четыре церкви. Для сравнения вторую которая была центром уезда вот это это обычные сельские церкви. Вторую которая была центром уезда в начале 17 века на все его шесть слабот было всего лишь две действующие церкви. Точно Лопась на этом месте предлагает локализовать распрос на речи 1337 года в котором она фигурирует как географический ориентир и судя по всему ее отмечали как некое такое знаковое место как городище. За Лопась идет уезд Тиславль до кончания традиционно он соотносится с Тиславльской стороны Кашевского уезда 16-18 веков. Однако как последние исследования Тиславльский Стан был создан только в 1330-е года как минимум с двух административных единиц Ростиславльской волос и волос Ростиславль. Поэтому на карте мы его значительно урезали вот она Ростиславля где-то находилась вот здесь а это кусочек Ростиславля. Южнее в бассейне реки Плавы по локализации Геннадия Алексеевича Шибанина который является скорее всего верной находился Жадемль. Расположение Жадного Городища и Броднича точно нам неизвестно. Кроме этого в договоре 1381 года упоминается Тула. Ее не стоит искать черти современного города так как многолетняя охранная работа не обнаружили здесь культурных слоев которые могут интерпетироваться как город его посады 1415 столетий. однако такие слои есть на Туруховском архиологическом комплексе. Местность Туруховского городища в приправочном списке 19-19-20 годов список книг 1986-1987 годов письма Мира Ивановича Левцова описана как пустошь что было село старое городище. Стоит отметить что во внутренней документации Веневого монастыря которая принадлежала половине этой пустоши есть еще второе дополнительное название это пустошь как старое тульское городище. Кроме упинания баскаков которые при Таидуле ведали Тулу согласно грамоте 1681 года грамоте представляет еще одну загадку в договоре прописано что в Тулу должны не вступаться как и московский так и рязанский великий князь. Мне лишь не представляется что наиболее правдоподобным объяснением которое предложил Александр Владимирович Шеков что при изготовлении списка с текста договора в конце 15-го начале 16-го веков вместо частицы ТО переписчик поставил И. В таком случае Тулу является последним анклавом московского княжества на правом берегу реки Оке. Стоит отметить что уже в договоре 1332 года политическое принадлежность Тулу уже отмечается как рязанское. Такой переход мог состояться только в 1385 году. Это последняя такая Московско-Рязанская война когда Олег Иванович захватил московскую колонну и мог навязать Москве пересмотр границ в свою сторону. Договоры 1332 и 1347 годов практически дословно повторяют пункт до окончания 1381 года. Пожалуй единственным исключением является пункт Отули. Однако это не означает что изменения в порубежни не происходило. Соглас Танисанско-Литовскому договору 1627 года великий князь литовский литовт вынимал из рязанской земли Тулу, Бересте, Ритань, Спаша, который возможно соответствует городу Спаш, Заколоть и Гордеевский. То, что власть литовского князя региона Среднего Упы была реальной или же эти земли вошли в буферную зону Рязанно-Литовского пограничей говорит тот факт, что в 1320 годах здесь были закуплены некоторое количество кладов с пражскими грошами, которые имели активное хождение на территории Великого княжества Литовского. Для сравнения, на более восточных землях Рязанского княжества находка пражских грошек является крайней редкостью. Следующая и последняя договорная грамота Московско-Рязанской дошедшей до нас датируется 1383 годом. В ней зафиксирована новая Московско-Рязанская граница по купле Василия Темного, которая могла произойти в 1350-х начало 1360-х годов, когда великий князь Рязанский Василий Иванович после смерти своего отца находился на воспитании в Москве. Граница прошла по рекам СМИ-2, Песоченко, Осетр, Кудесно. Дальше каким-то хитроумнейшим образом минуя речку про нем, она выходит сразу на табулы и до. Собственно, северная часть границы она очень уверенно соотносится с границей Каширского и Рязанского уездов 16-го и 18-го веков. Она сохранилась до 20-го века поменявшись здесь поменяли вы реально перешли между ними и всего несколько землевладений. Граница Шепотаба в Мадону весьма сильно напоминает более позднюю границу Пифанского Рязанского и Данковского уездов, но как мы знаем здесь фактически размежевание и вот граница которая будет потом являться границей этих уездов произошло только в 1672 году. Из земель вошедших в Куплю перечислены Тишилов, Венев и Ростовец и иные земли. Собственно в Каширском уезде известны Тишиловские станы по гости Тишилов на реке Окея. Здесь же известны городище и Тресилище. Веню уже не стоит соотносить с современным городом на территории которого неизвестны слои ранее 16 века. Однако в писовых книгах Веневского уезда упоминается старое Веневское городище, которое располагалось у села Гурьева. К сожалению, сейчас оно разрушено, но о датировке его слоев говорит факт находки в 19 столетии на его площадке монеты с начеканом рязанского князя Федора Ольговича, правившего в первой трети 15 столетия. Здесь мы можем видеть один из планов Гурьевского городища, который нам позволяет восстановить его форму и акварель Барона Розова, который был сделан в 1880-х годах и который нам позволяет более-менее реконструировать его внешний вид. Сложнее дело обстоит локализация Ростовца. Известно сразу два останутся таким названия в Каширском и Тульском уездах. К сожалению, городище, которое могло бы служить центром этого единого стана до сих пор не обнаружено. То, что у стана было два, нет ничего странного, так как станы являлись смежными. Собственно, Каширский у нас вот он идет. Тульский это вот да, это левоббережье Асетра чуть полу да, здесь. А граница между ними проходила как раз по засеке, которая могла в середине 16 столетия разделить некуда единую административную единицу Кроме этого, представляется возможным выявить состав земель, вошедших в Куплю, которые находятся западнее, проведенная граница. Это Волости Беспута, Веркоша, Уестиславль, уже упомянутый, то Корники, Рославль Пальской, он же Росиславль жал на грамот 1530-х годов, который потом валился в Росиславльский стан, Лопасня, Жадомль. После докончания 1483 года владения рязанских князей оказались вне границы в Минопольской области. Как же в дальнейшем складывалась судьба рязанского княжества? Договор 1496 года фиксирует разделение 1530-х княжества между князьями Иваном и Федором Васильевичем. Собственно, Ивану досталось то, что здесь показано темно-зеленым цветом, а Федору – фиолетовым. К 1504 году в составлении духовного Ивана III удел Федора фиолетовый цвет полностью переходит к Ивану III Васильевичу, московскому князю. У дела Ивана Васильевича, который рязанский князь, наследует его сын Иван. В конце десятых, в начале 20-х годов, в 16-х век, приходит переход у дела Ивана Ивановича под власть Василия III. Одним из случевых событий, собственно, этого перехода, стало бегство в 1121 году из темницы последнего рязанского князя в Литву. Собственно, на этом и заканчивается история московско-рязанского порубежья. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok